Решение этого вроде бы не сложного, но очень важного вопроса жители улицы Павлика Морозова ждали около двух лет. В этом районе не было колонки, ходить за водой приходилось за 500 метров. Казалось бы мелочь, но для местных жителей решение этой проблемы стало настоящим праздником. Хождение по кабинетам начались еще два года назад. Предлагались разные варианты, например, врезаться в частный водопровод. Но для осуществления такого варианта требовалось 180 тысяч рублей, личных, не бюджетных. Денег у нас нету, так мы и остались. Сходили, каждый среду от Людмилы, я ездил, все нету и нету, уможайца была. Он сказал, как деньги дадут, мы сразу нам все сделаем. Вот и, конечно, спасибо, благодарность, приехал от Николая Васильевича, сказал, что нам дали деньги. Вот он подъехал и начали нам делать колонку. Решить проблему удалось не сразу. Выделенных из депутатского бюджета 80 тысяч хватило лишь на бурение скважины. Ну, пришлось, знаешь, подключать своих помощников и своими силами уже это все доделали. То есть приобрели нормальный насос, электрические работы сделали, электромонтажные. Благо тут проблем-то нет, это наше дело. Ну и, конечно, главная проблема – это соплаты за электроэнергию. Выход нашелся и здесь. Один из жителей улицы заключил договор с энергосбытом. Оплату производят все, кто пользуется колонкой. Кстати, колонка закрывается на замок. Ключ, а для них он, по сути, превратился в золотой у каждого пользователя. Все по-честному. Хочешь брать воду – вступай в наш кооператив, улыбаются местные жители. Казалось бы, 21 век, а для этих людей новая колонка – настоящий праздник. В 23 округе и вообще в южной части города проблемы с мусорками, несанкционированные свалки, проблемы водоснабжения. В некоторых местах нет воды. Дороги. Дороги, особенно переулки, где паводками размывают. Депутат лично приехал проверить работу колонки, попробовать воду на вкус. И, конечно, в очередной раз выслушать жителей. Нерешенных проблем здесь еще предостаточно. Вадим Морозов, Айдар Насыров, программа «24 мяс».